Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. Вчера у нас была локальная катаклизма, скажем так. Был дикий дождь, дикий ветер. В теплицу я не выходила толком. Только забежала быстренько. Проверите всё. Итак, что у нас? Розали завтра распустится. Лимона уже всё, отцвела. Гринвали доцветает, неон доцветает. Новые стрелочки вот. Послезавтра раскроется Гранда Моделс. Сюда ещё попозже вернусь. Ну, тут всё доцветает. Ой, аккуратно пробьюсь. Красавица Дансинг Квейн продолжает свести. Муха продолжает летать. Что здесь питаться, я не знаю, но откуда-то вылезла. Вот, непонятно кто решил свести. Как раз проверю. Поставлю бирку. Тут экзотик нимф пока нет. Дальше. Вот я вместе с вами ищу сейчас новые стрелочки. Ну, горизонты непонятно кто. Это понятно. Дальше. Пока ничего нового. Ну, вот GR1 только распускается. И вот раскрывается Лайон Кинг. Вот такой вот красавец. Чем-то похож на Ред Лайон, а на самом деле он более такой продвинутый, более кучерявый, более круглый. Вот такой вот красавчик с гривой. Король лев. И трудно передать его цвет, но он такой красивый, вишневый, насыщенный. Фаграндис с Ред Амазоном цветут. Продолжает свести Pink Gloria. Хотя, сравнивая, все-таки этот больше похож на United Glory. Но, все-таки, это Pink. У United более выраженный рисунок. Дальше. Что тут у нас новенького? Тут, но тут пока еще холодно. Уже с 20 апреля стабильно по ночам будет плюс 14 и выше. Этого уличной температуры будет вполне достаточно. Гипы за день будут прогревать теплицу. Вон, Гринвали еще одну деточку пустил тут. Гринвали у меня будет много. Может быть, одну из луковиц я как раз пущу на эксперимент по разделению луковицы. К весне. Да, она зимой как следует отдохнет. Залито наберется питание. Так, ну, тут вроде пока ничего. Тут тихо. Тут иногда кто-то что-то стихаря подает стрелочку. Ну, а теперь смотрим на цветение сеянца. Но он, к сожалению, такой же, только здесь чуть больше бит в горле. А так, внешне он практически не отличается от своего брата. Брат, если вы помните, бит совсем маленький, слабенький. Тут бит все-таки побольше. Посмотрим. Будет очень обидно, если все шесть сеянцев отсюда, все-таки шесть, окажутся вот такими вот. Ну, по крайней мере, повозилась с семенами. Такая вот рыжулечка маленькая. Чуть-чуть ярче. Ну, и не такие полосочки. Чуть ярче. Вот какая-то красная полосочка присутствует на лепестке. Звезда чуть меньше. В общем, что гадать, буду ждать завтрашнего дня, когда полностью раскроется. Так. Посмотрите на стрелку Амора. Чем больше у него горшок, тем выше у него стрелка. Это уже который раз я замечаю, что те луковицы Амора, которые у меня сидели в маленьких горшках. 7-9 литров. Цвели они короткими стеблями. Сидит в 15 литрах. И посмотрите, какой длинный у него стебель. Прямо стандарт для срезки. Такие приблизительно высоты выращиваются в теплицах для букетных срезок. Так что вот вам наглядно. Большой горшок, большая луковица, большая стрелка, большие цветы. Ну что ж, на этом на сегодня все. Удачного всем дня. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!